Сумасшествие и безумие – это понятия, которые не являются медицинскими терминами, но используются в общественном сознании для описания психических расстройств. Чтобы ответить на ваш вопрос, я расскажу о некоторых известных причинах психических расстройств, которые не связаны с физическими повреждениями и врожденными проблемами. Генетическая предрасположенность. Генетические факторы могут играть важную роль в возникновении психических расстройств. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к таким заболеваниям, как шизофрения, биполярное расстройство, депрессия и другие. У таких людей зачастую появляются навязчивые мысли. Это неоднократные и неприятные мысли, которые вызывают беспокойство, тревогу и дискомфорт. Это состояние переходит в паранойю, вызывает чувство недоверия и подозрительности к окружающим людям, которое может привести к иррациональному поведению. Травмы и эмоциональные потрясения. Травматические события, такие как насилие, аварии, потеря близкого человека и другие, могут вызывать эмоциональные потрясения, которые приводят к психическим расстройствам. Сильная боль и шоковый стресс, которые человек переживает, бывают настолько мощными, что психика не справляется с ними. В результате происходит разрушение ее целостности. У человека мутнеет разум, и он сходит с ума от того, что не выдерживает эту боль. В данном случае это защитная реакция психики. Чтобы избежать полного разрушения, она вытесняет боль и заменяет ее различными иллюзорными состояниями. Последние играют роль предохранителя. Находясь в них, человек не соприкасается с болью и травмой, которая ее вызвала. Травматические события могут привести к нарушению функционирования мозга и вызвать различные формы психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, депрессию, тревогу и другие. ПТСР – это форма безумия, которая может развиваться после сильного эмоционального потрясения, связанного с травматическим событием, например, после войны, пожара, аварии, насилия и т.д. У людей с ПТСР могут возникать повторяющиеся беспокойные мысли и кошмары, связанные с травматическим событием, а также они могут избегать всего, что напоминает им об этом событии. Как защитить себя от подобных расстройств? Для этого нужно тренировать невозмутимость в течение жизни. Нужно вырабатывать определенную стрессоустойчивость. Излишняя ранимость в ситуации сильного стресса может вызывать необратимые процессы. Наследственные и культурные факторы В различных культурах существуют свои представления о том, что считается нормальным и адекватным поведением. Эти культурные различия могут влиять на проявление психических расстройств. Кроме того, определенные формы поведения могут передаваться из поколения в поколение в рамках семьи. Неблагоприятные условия окружающей среды и опасные увлечения. Некоторые исследования показывают, что неблагоприятные условия окружающей среды, такие как бедность, социальная изоляция, отсутствие бытовых условий, могут повышать риск развития психических расстройств. В особенности, если человек начинает злоупотреблять алкоголем или наркотиками. Признаки сумасшествия Описание человека с симптомами безумия и сумасшествия может быть очень разнообразным, так как случай индивидуален и зависит от многих факторов, таких как причина заболевания, степень и продолжительность симптомов, общее здоровье и так далее. Но общими признаками безумия и сумасшествия могут быть следующие симптомы. Изменение настроения и поведения. Человек может стать настолько раздражительным, что он начинает агрессивно реагировать на все, что его окружает. Или наоборот, стать слишком пассивным и отрешенным. Навязчивые мысли и идеи. Человек может испытывать постоянные навязчивые мысли, которые могут быть связаны с определенными фобиями или параноидальными идеями. Галлюцинации и иллюзии. Человек может начать видеть, слышать или ощущать вещи, которых нет в реальности, такие как звуки, изображения или запахи. Снижение уровня самооценки. Человек может чувствовать себя неполноценным, беспомощным и неспособным решать проблемы. Изменение в питании и сне. Человек может стать избирательным в питании или наоборот, начать переедать. А также может изменить свой режим сна, спать слишком много или слишком мало. Утрата интереса к жизни. Человек может потерять интерес к жизни и стать невыразительным и безразличным. Самоповреждения и суицидальные мысли. В некоторых случаях человек может начать самоповреждаться или иметь суицидальные мысли. Кроме того, могут быть и другие симптомы, такие как нарушение речи, мышления, бредовые идеи, непредсказуемые эмоциональные реакции и раздвоение личности. Лечение психических расстройств. Врачи и психотерапевты используют различные методы для лечения психических расстройств. Одно из основных направлений в психологии – это поведенческая психология, которая исследует, как человек взаимодействует со своим окружением и как его поведение может быть изменено с помощью внешних стимулов. Другим направлением является когнитивная психология, которая исследует, как люди воспринимают, обрабатывают и хранят информацию, а также как мышление влияет на поведение. Третье направление – психоанализ, которая изучает бессознательные процессы в человеке и их влияние на его поведение и эмоции. Еще существует гуманистическая психология, которая фокусируется на исследовании человеческого потенциала и самореализации, а также на улучшении качества жизни человека. Особые возможности для предотвращения появления психических расстройств дает метод ценностно ориентированной психологии. Он основан на понимании, что человек живет в целостном мире, в котором действует поддерживающая разумная энергия мироздания. Любые трудности, которые приходят к человеку, являются для него важными уроками, подталкивающими к внутренней трансформации. Психические расстройства являются долгосрочными состояниями и могут требовать продолжительного лечения. Важно отметить, что если у вас или у кого-то из ваших близких есть симптомы безумия и сумасшествия, то необходимо обратиться за помощью и поддержкой к опытным специалистам и поддерживать регулярные консультации даже после окончания курса лечения.